Месть Сыром, фруктами Лев Савич Взял рюмку и уже собирался Налить себе водку Но вдруг он услышал голоса за стеной Я не возражаю Говорил женский голос Только когда? Когда хочешь Дорогая, ответил Мужской бас Сегодня не совсем удобно Завтра я целый день занят Это Дегтярев И моя жена Узнал Лев Савич своего приятеля Ах вот что Да, завтра я занят Повторил бас Если хочешь Напиши мне завтра что-нибудь Но как послать По почте не совсем удобно Обращаться к кому-нибудь С просьбой тоже не хочется Кстати А где сейчас этот идиот Твой муж? В карты играет? Да, как всегда И как всегда Ему не везет Значит, ему дураку в любви везет Засмеялся Дегтярев Кажется, я придумал Ты знаешь мраморную вазу В парке Около фонтана Положи туда записку А я завтра После шести Пойду домой с работы Через парк И возьму твою записку Хорошо, я так Кричал, кричал И даже дрался Давно прошло Сейчас он За ужином Можно было Можно было вызвать его на дуэль Но закон запрещает дуэли Можно было положить в вазу в парке Какую-нибудь гадость Это закон разрешает Но это не самый лучший вариант Долго думал Левсавич И, наконец, придумал Окончательный вариант Так ему понравился Что он даже пришел В хорошее настроение И с трудом дождался Пока жена ляжет спать Когда жена, наконец, легла Левсавич взял бумагу И написал Милостивый государь Сегодня до шести вечера Вы должны положить В мраморную вазу В парке Около фонтана Двести рублей И рекомендуем сделать Это побыстрее Если в шесть часов В вазе не будет денег Мы положим бомбу В ваш магазин Группа террористов Левсавич положил Это письмо в конверт Адресовал его купцу Дулинову И направился на почту По дороге Он с удовольствием думал Конечно, купец Дулинов Прочитает письмо Не захочет отдавать Каким-то террористам Двести рублей И обратиться в полицию Полиция ознакомится с письмом И направит полицейских К вазе И когда Дегтярев Придет к вазе за письмом Полиция моментально Арестует его Привезет в участок Прекрасно! Весь следующий день Левсавич Провел в прекрасном настроении Он с трудом Дождался пяти часов И побежал в парк В пять тридцать Левсавич уже сидел В кустах Уколо вазы Он не мог отказать Себе в удовольствии Посмотреть Как полиция Арестует Дегтярева Ровно в шесть Он увидел Дегтярева Который направлялся к вазе Ну, подожди Сейчас увидишь Подумал Левсавич Дегтярев подошел к вазе И сунул в нее руку Левсавич внимательно смотрел Что будет дальше Дегтярев вынул из вазы Какой-то конверт Открыл его И вынул двести рублей Он долго с удивлением Смотрел на деньги Потом сказал Мерси И сунул деньги в карман Несчастный Левсавич Слышал это Мерси Целый вечер потом Он стоял напротив Магазина купца Дулиного Показывал магазину кулак И повторял Трус Заяц Трус противный Мерси 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 Мерси